Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, вот и пошли довольно-таки интересные слухи по XRP Community. Дело в том, что есть слухи в Федеральной резервной системе. XRP Community больше не позволят розничным инвесторам покупать Ripple XRP. Если это случится, то просто XRP ждет дефицит. И тот XRP, который остался на холодных кошельках, он просто вырастет в огромном количестве, потому что просто создаст дефицит. И XRP просто нужен будет банкам в качестве резервной валюты, ну то есть моста. Что также нужно отметить, что Ripple объявляет, что ожидает, что банки США начнут с ним партнерство, чтобы начать использовать XRP после разрешения иска SEC. И очень интересно то, что если XRP все-таки в окончательном итоге выиграет, значит, SEC, то у нас есть довольно-таки интересный диапазон цен. То есть потенциальный диапазон цен, куда XRP может вырасти, как это было в июле. То есть стоит отметить, что несмотря на то, что в июле отчасти Ripple выиграл дело, то получается, что они изначально одержали победу, когда суд признал XRP неценной бумагой. Но рынок криптовалюта ожидает, что окончательное решение дело существенно поверяет на цену актива. Ну и соответственно, также сегодня мы поговорим о будущей цене XRP и как вообще она, кстати, менялась. Потому что некоторые говорят, что XRP не растет, но несмотря на это, например, в 2017 году еще в начале я делал видеоролик, где я показывал, что цена XRP навсегда восстанавливается. Это ролик Shorts, можете его найти и посмотреть. То есть цена XRP навсегда растет. И также, например, XRP я сравнивал с Chia и сравнивал эти две монеты, которые из них реально скан. Так вот, реально скан монеты оказалась Chia. Да, действительно, если она упадет на 5 долларов, 10 долларов, я куплю какое-то количество монет. И тогда я, в принципе, думаю, что я сделаю X, потому что манипулятор, в принципе, как по мне, он уже либо выкупил монету по текущим, тогда я не успею залезть в корабль. Либо все-таки цена еще уйдет на какой-то процент ниже, но не достигнет на какие-то 10 долларов. Что касается, значит, рынка криптовалют, то по рынку все так же мы отремся в боковике. То есть Bitcoin трется около отметки 27 тысяч долларов. XRP около 48,5 центов. То есть существенно картина рынка за неделю не поменялась. То есть мы даже иногда говорим про дни, но что говорить про дни, если неделями, в принципе, рынок стоит и ничего не меняется. То есть низкая волатильность, она не дает трейдерам зарабатывать, спотовикам прежде всего, и это, в принципе, понятно. Ну и после небольшой рекламной паузы также разберем цену, что будет с ней и вообще какой диапазон ждать после, значит, того, как у нас будет итоговое решение RippleSec в 2024 году. Оставайтесь после небольшой рекламной паузы, мы вернемся. Друзья, вы уже, возможно, слышали о многих вариантах заработка в крипте, но сегодня я хочу представить вам действительно то, о чем так долго мечтали пассивные инвесторы. Это платформа Cetrics.io, которая каждый может получать прибыль со своего вклада в эфириуме, при этом быть спокойным за свои средства. И уверенным в завтрашнем дне, потому что Cetrics имеет очень устойчивое основание. Обладая своим собственным криптополом, проект верифицирует транзакции в сети эфириума, что делает возможным получение прибыли в размере от 4 до 8% от вклада. Я лично участвую в проекте еще со времен закрытого бета-теста и могу уверенно рекомендовать его вам, потому что с момента официального открытия я вложил уже 5 эфира в проект и заработал более 3000 долларов, продолжая прямо приумножать свой вклад. Так что советую Cetrics.io для каждого из вас. Аналогов в такой надежной системе в данный момент практически не существует. Ну а ссылка на Cetrics.io в описании под роликом. Что касается цены Ripple XRP, то есть сейчас у нас заканчивается неделя, значит у нас здесь было выкуплено движение и соответственно мы закрепились выше трендовой линии пока что. То есть в принципе это позитивный сигнал, мы здесь можем еще в это время быть в боковике, даже протестировать отметку 46 центов. Хочется отметить, что здесь объем был больше, нежели на этой неделе, то есть на прошлой неделе объем был больше. Соответственно я считаю, что здесь у нас движение вниз оно утихает и переходит в боковое движение и после этого только намечается выход. Поэтому в принципе это мой сценарий, я его ожидаю и ожидаю, что XRP благополучно вернется наверх. Что касается потенциала, почему в принципе цена XRP может вырасти до следующих диапазонов, то есть если Ripple все-таки выиграет, то здесь у нас есть непосредственно Google Bart, то есть это интерактивный инструмент искусственного интеллекта. И он в принципе заявил, что цена XRP после победы Ripple может достигнуть 2,5 доллара-3 доллара. То есть мы можем эти отметки увидеть. А что это за отметки? Это отметки довольно-таки интересные. Эти отметки, они непосредственно дают холдерам XRP понять, что вы можете выйти в безубыток, если вы покупали XRP в 2017-2018 годах. То есть если вы здесь заскочили и каким-то образом у вас до сих пор XRP находится в портфеле, вы здесь усреднялись, все что только не делали, но они у вас есть, то вам крупный игрок даст выход в безубыток. А вот дальше начинается очень интересно. Если крупный игрок увидит, что действительно многие выходят и в ракете никого не будет, то он просто легко может толкнуть цену еще выше на 5 долларов. И в принципе здесь мы будем видеть тот самый хитрый план, когда многие вышли, а цена улетела. И если верить слухам в Федеральной резервной системе, то здесь ритейлерам просто запретят покупать XRP, а токен XRP просто будет стоить огромное количество денег и он будет только для богатых. Это довольно-таки очень интересная теория, если такое произойдет, то это очень интересно. Что также нужно отметить, что победа Ripple подняла XRP благодаря включению лучшего криптоиндекса Гонконга. И здесь главный криптоиндекс Гонконга, HKEWAC, включает XRP после успеха Ripple. То есть победа, определенно победа, но нужно понимать, что еще не до конца. То есть все-таки у нас произошел тот самый выигрыш, о котором все говорят. Но нужно понимать, что решение HKEWAC не является произвольным. Процесс отбора регулируется строгими критериями. Виртуальные активы должны поддерживать среднюю рыночную капитализацию не менее 10 миллионов долларов США за предыдущие 3 месяца. И поддерживать среднюю дневную торговую стоимость не менее 100 тысяч долларов в течение того же периода. То есть, условно говоря, если у вас в портфеле какой-то щиткоин, то он вряд ли попадет в индекс Гонконга. Что также нужно отметить, что если мы говорим про определенно сек против Ripple, то у нас есть интересный факт, что сейчас все-таки нацелен сек на Coinbase, на биржу Coinbase. И здесь, в принципе, тоже ожидается развязка. Если, значит, разрешат апелляцию в этом сценарии, которая может дойти до Верховного суда, то есть речь идет о Coinbase, речь идет также о Ripple, то это позволит высокому суду лишить власти не только сек, но и всех других федеральных агентств. То есть, все идет к тому, что, в принципе, даже сек могут и реформировать, убрать даже полностью Гэри Генслера и всю эту верхушку. Либо реформировать, либо заменить на другую структуру, назвать это другой структурой. Но главное, чтобы не менялись фамилии. Потому что, например, уйдет Гэри Генслер, придет какой-нибудь другой Ларри Генслер и будет творить то же самое. Нужно систему менять, чтобы, в принципе, понимать, что будет она дальше работать или нет. А менять фамилию вообще не вижу никакого смысла. То есть, будет Гэри Генслер, будет какой-то другой чувак. Парадигма, я думаю, останется всего той же. То есть, нужно определенно здесь бороться с системой, то есть, или, по крайней мере, делать ее адекватной. Ну и, соответственно, мы имеем цены XRP. То есть, в 2016 году XRP стоил 0,001 доллара. То есть, непосредственно 0,021 цента. Очень примечательно, что мы такое видели. Ну и уже в 2017 году был подъем. В 2018 году была пиковая цена. В 2021 году, кстати, XRP не стоил 2 доллара, а он стоил 1,96 доллара. Кстати, вот у меня, в принципе, в видеоролике более подробно и точно цены изложены. Можете посмотреть в шорцах и непосредственно увидеть, что действительно XRP в этом плане, он куда больше. В принципе, иногда даже давал процентную доходность, нежели те монеты, на которые вы привыкли смотреть. Ну и, подводя итоги, что можно сказать? Пока рынок в боковике. Я думаю, что накопление, в принципе, имеет место быть на этом медвежьем рынке, который мы переживаем с вами прямо сейчас. Поэтому накапливайте, покупайте, усредняйтесь и до новых встреч. Проверенный надежный способ получать высокий пассивный доход в крипте – это setless.io. Ссылка под роликом.